В рамках республиканского марафона молодежи и студенчества «Молодь Бай» создаем качественное будущее. В Брестской крепости прошло открытие третьего трудового семестра. 15 отрядов получили свои трудовые путевки в лето 2024. И уже совсем скоро они приступят к работе, для многих из которых на первом в их жизни рабочем месте. Сегодня мы даем старт третьему трудовому семестру в городе Бресте. Наши студенческие отряды, которые, кстати, уже принялись за свою работу, они сегодня получат путевки в официальный третий трудовой семестр. В прошлом году Брестским городским штабом студенческих отрядов было трудоустроено порядка 1290 бойцов. В этом году мы планируем увеличить наши показатели, ребята будут трудиться по различным профилям. Ну а мы сегодня пожелаем им удачи, конечно же, провести с пользой свое лето, заработать, возможно, для некоторых ребят это будут первые денежные средства, но самое главное – получить тот колоссальный опыт, который пригодится им в дальнейшем. Студотрядовское движение Брещена – это мощная сила, которая с каждым годом только крепнет и набирает обороты. По традиции, перед началом летнего трудового пути бойцы студенческих отрядов возложили цветы в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины. С этого момента юноши и девушки готовы доказать свой патриотизм трудом и поработать на благо Первого региона. Более тысячи ребят ежегодно трудоустроены Брестским городским штабом студенческих отрядов. У нас есть студенческие отряды, которые являются флагманами Республики Беларусь, ну и ближним за рубежом в том числе. И не устаю называть все отряды. Это отряды нового поколения нашего лета, нашего педагогического университета. Это отряд «Энергия» из Факшина, это Брестское государственное техническое университет. У нас неплохо развивается отрядское движение в колледжах, таких как Колледж Бизнеса и Права, Медицинского колледжа и многих других, чтобы никого не обидеть, не буду перечислять всех. Поэтому это огромная работа и педагогов, и ректоров, и руководителей учреждений образования. Конечно же, огромная работа штаба студенческих отрядов. Но и самое главное, эта работа делается для вас, молодые люди, чтобы вы тоже могли трудиться на благо страны. Пускай вы подумаете, что это высокие слова, но нет. Потому что на самом деле, человек, который знает, как зарабатывается первый рубль, человек действительно может считать себя патриотом. Потому что он работает на предприятиях и организациях нашего города, нашей области. И важно, что приносит тоже особый вклад в развитие экономики нашего государства. Ребята подчеркивают, что с удовольствием вступает студотрядовское движение. Они творческие и активные молодые граждане, чьи личностные качества реализуются через работу в студотряде. Наш отряд получает путевку на проект «Автозаводец». Это Минский автомобильный завод. Мы планируем вести механо-сборочные работы, то есть собирать машины на конвейере. И все к ним. Это стабильно, это полезно, это интересно. Организовывают все, всегда есть какой-то досуг. То есть очень много плюсов между выбором в студенческом отряде и где-то еще. В отряде нас около 30 человек, даже более. Работаем мы на базе лагеря «Орленка», поджабинка, если знаете. Люблю свой отряд за то, что он моя вторая семья, нам все вместе хорошо. Мы любим детей, поэтому и работаем в детском лагере. Люблю их, это круто, потому что трудиться все любят. В целом это хорошая возможность поработать по своей специальности до самой работы, понять, справляешься ты с этим или не справляешься. То есть проводить время с пользой и интересом. После старта третьего трудового семестра юноши и девушки, бойцы студенческих отрядов в составе сплоченных коллективов отправились на места трудоустройства. Предприятия, летние лагеря и стройку Республиканского патриотического центра воспитания молодежи. Труд – крут. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.